7 января по всей стране верующие отметили один из главных православных праздников – Рождество Христово. В Наринмаре праздничная литургия прошла в Богоявленском храме. Кроме того, в окружной столице состоялась и традиционная рождественская ярмарка. Все подробности в материале моих коллег. Рождественская служба в главном храме окружной столицы по традиции началась ровно в полночь. Верующие приходят целыми семьями с маленькими детьми. Все они слушают молитвы и, конечно же, загадывают желания. Это самый главный праздник в нашей жизни. Свет какой-то дает он. Даже когда звонят колокола, прямо расцветаешь сам, улыбка, светишься сам. По неволе оно как-то выходит. Как будто посещает себя Святой Дух. И все-таки у нас православие и рождение Христа. И, конечно, этот праздник, если в нашем детстве было Рождество, но он воспринимался просто как Рождество и Рождество. То сейчас, конечно же, это как бы православие и рождение Христа. Как признаются жители окружной столицы, в такой светлый праздник, как никогда хочется верить в чудеса, как в локальные, так и в глобальные. В то, что все люди будут дружить, все как-то друг к другу будут расположены. Вот в это хочется верить. Верить в лучшее друг в друге. И видеть лучшее. Ну а 19 января верующие отметят еще один важный праздник – крещение Господней. В Багявленском храме также пройдут торжественные богослужения. Кроме того, все желающие смогут искупаться в освященные проруби. Первый вожак, самый главный – это вежжевый вожак. Он ведет упряжку, начиная от первого движения. Уже на следующий день в Дворце культуры Арктика прошла рождественская ярмарка. Организаторы подготовили для горожан большое количество различных площадок. Особой популярностью пользуются традиционные игры народов Севера. Вот, например, участники определяют, кто быстрее приведет к финишу импровизированные оленью пряжки. Передвигать их следует в определенном порядке, строго соблюдая дистанцию, а сделать это не так-то просто. Кладется легко, но она требует внимания, упорства, конечно же, и соблюдать расстояние. И это труд с другой стороны. А в целом, может быть, как дети вообще справляются? То есть получается у них? Да, получается, конечно. А это уже старинная русская забава – бирюльки. Задача игроков – из кучки фигурок вытащить одну игрушку за другой, при этом не затронув и не рассыпав остальные. Такое занятие очень полезно для детей. Оно помогает им развивать мелкую моторику, внимание и логику. У меня получилось, да. И в той игре вышло победителями сейчас. Еще одна неотъемлемая часть рождественской ярмарки – различные мастер-классы. Один из них – изготовление праздничных открыток с помощью специальной бумаги. Такая техника называется скрабукинг. Бумага определенная, вот она, скраб-бумага, то есть уже имеет свой определенный дизайн. И различные фигурки можно вырезные делать, можно какие-то декор, цветочки бумажные и так далее. Ну, в общем, вариаций очень много на самом деле. Повышенный интерес у посетителей ярмарки вызвал мастер-класс по росписи рождественских козуль. Особенно усердствуют, конечно же, дети, которые украшают архангельские пряники с помощью белковой глазури. Сначала мы печем дома пряники, испекли, вчера целый вечер пекли. Потом приходим сюда, приносим уже глазурь, и дети свою фантазию проявляют, раскрашивают сами эти пряники. Ну и какая же ярмарка без торговли? Особый спрос на изделия мастеров народного творчества. Так Татьяна Хатанзийская подготовила вязаные игрушки. По словам рукодельницы, на изготовление одной такой поделки уходит от одного дня до двух недель. Больше берут такие небольшие игрушки для детей. Куколок берут, собачек меня тут брали. Сейчас год свиней идут, такой крюшек брали. Деда Мороза были, снегурочки всех разобрали уже, а Дед Мороз остался. Кроме того, на мероприятии было организовано несколько концертных площадок, где с творческими номерами выступили региональные художественные коллективы. Также свою продукцию представили окружные предприниматели. В общем, скучать на рейнмарцам не пришлось. На ярмарке было на что посмотреть и чем себя занять. Все понравилось, и разнообразие хорошее, и музыка хорошая, и мастер-классы классные. И первый, и второй этаж вообще отличный. И атмосфера нормальная, праздничная, все люди довольны. Вообще замечательные. Все понравилось, все интересно. Дух Рождества чувствуется, ощущается сегодня? Конечно, чувствуется, конечно. Всем здоровья, всем счастья. Спасибо.